Алина Параджан Аким области Куанышбек и Скаков без предварительного уведомления в выходные посетил ряд социальных объектов. Цель внезапного визита – увидеть реальную работу этих объектов. И, надо сказать, у Акима были претензии. На часах уже 10, а рабочих до сих пор нет. Почему? На прошлой неделе приступили к ремонту, но результатов не видно. Сами говорите, что должны завершить в декабре. А не потом, чтобы нагнать время за 10 дней до декабря, сделают все тяп-ляп. Государственные средства пустят на ветер. Надо жестко контролировать сроки и качество. Это замечание Аким области сделал во время знакомства с ходом ремонта в перинатальном центре. Подрядчику поручил помнить, что объект важный – охрана здоровья матери и ребенка. В областном медицинском центре Куанышбек и Скаков подчеркнул важность оказания населению качественных услуг. Заглянул Аким и в аптеки. Работники информировали, что установлены предельные цены на лекарства. Медикаменты отпускаются по рецепту. Строго отслеживается срок годности лекарств. Контракты бывают разные. С некоторыми поставщиками заключены так, что по истечению срока годности поставщик забирает это. Мы делаем с некоторыми поставщиками так, с некоторыми поставщиками по-другому. За счет компании есть определенный бюджет для списания. Всегда его выделяют. Происходит это без проблем. Руководитель региона зашел также в социальные магазины и потребовал соблюдения норм отпуска товаров в одни руки. Раз это социальный магазин, должны быть ограничения на отпуск товаров в одни руки. А то придет кто-нибудь и закупит сразу 10 мешков муки. В поле зрения Акимобласти и готовность к зиме ТО Козлорда Атазалага закупила новую технику. У нас есть 139 единиц техники. 42 из них – снегоуборочные. Поливальные машины к зиме переоборудовали под рассеиватели соли и песка в гололед. Все это уже подготовлено. Надо усилить готовность. Козлорда Атазалага из бюджета мы хорошо помогаем. Готовность к снегам и гололеду должна быть стопроцентная. На топливной базе Акимобласти строго наказал, чтобы не было ажиотажа с углем. Чтобы топлива было достаточно и уголь отпускался своевременно. На свои деньги не можем купить уголь. Чтобы так не говорили люди. Хорошо? По итогам внезапного обхода Акимобласти дал ряд поручений соответствующим ведомствам. Галамжан Жумназар, Бекбулат Абденов, Тосна Садпай, телеканал Козлорда. Новости цифровизации. Единая информационная система ЕЗАН Кумега, республиканская коллегия адвокатов, намного улучшит качество их работы. В единой информационной системе объединена база данных суда, прокуратуры, юстиции, органов внутренних дел. Преимущества системы налицо. Прежде для получения необходимой информации для защиты своего клиента требовалось отправлять запросы в соответствующие учреждения и ждать ответа минимум 15 дней. Новая информационная система ЕЗАН Кумега предоставляет все данные за считанные минуты. В процессе защиты прав потребителей за сведениями мы обращаемся к уполномоченным органам, государственным и негосударственным учреждениям. Согласно законам, они обязаны предоставить данные в течение 15 дней. Для нас это потеря времени. Теперь вся нужная для работы информация собрана в базе данных. Ее можно будет получить за 5 минут. День Назарбаев университет прошел в Казларде. Школьники и студенты много ценного узнали о ведущем в УЗИ страны, который готовит кадры по редким специальностям. Презентации проходили сразу на нескольких площадках. Везде был самый живой интерес. Гости получили информацию об академических программах, возможностях поступления на грант и уникальных условиях обучения в Назарбаев университете. Иностранные преподаватели провели мастер-классы. Фаундейшн программа – интенсивный одногодичный курс. И детей именно готовят по критическому мышлению, по математике и по другим как раз вот навыкам. Бакалавриат программа поступают туда сразу на первый курс, минуя программу вот фаундейшн, минуя подготовительную школу. Теперь следующая программа – магистратура. Но у нас уже второй год функционируют премагистерские программы. Ну, ЗИП – это подтянуть язык, например. Не все же могут, магистранты, как бы в совершенстве на академическом уровне владеть английским языком. И в 2015 году университет приобрел статус научно-исследовательского. Поэтому любой студент, кто обучается у нас, каждый студент, они все обязательно будут совмещать учебу, практику, теорию с наукой. В Казларде открылся Центр поддержки волонтерства. Об этом было объявлено на брифинге волонтерских организаций. Как известно, 2020 год был объявлен Годом волонтерства. Сейчас ведутся активные работы по подготовке к нему. Очевидно, волонтерская деятельность в регионе набирает обороты. Все больше людей вливаются в движение добровольцев. Одни занимаются благотворительностью, другие организуют досуг. Цель Центра поддержки волонтерства – объединить всех волонтеров региона. Казлардинский Центр станет связующим звеном между волонтерскими организациями региона и национальной волонтерской сетью. То есть у добровольцев появится возможность для обмена опытом и участия в интересных проектах, конкурсах республиканского и международного уровня. Общественный фонд волонтера Казларды является координатором данного центра. Замечательные события к предстоящему году, году волонтера. Ведется огромная работа, чтобы следующий 2020 год прошел в ярких волонтерских событиях. Мы надеемся, что Центр покажет в течение следующего года свою деятельность, покажет результаты. Мы надеемся на объединение, благодаря этому центру объединения, всех волонтерских инициативных групп, фондов, либо волонтеров, которые в единичном случае. Стрижка по-европейски. Парикмахер из Германии с 34-летним стажем делится опытом в Казларде. В одном из салонов города эксперты из Бона учат новым направлениям в модной индустрии. Об этом в материале нашего корреспондента Айгирим Курмангали. Улирики Мария Вербердангель, владельца целой сети салонов красоты в Германии, занимается любимым делом 34 года. Кроме того, Улирики Мария принимает участие в воспитании молодых цирюльников. Она член экзаменационной комиссии профессионального училища в Равенсбурге. Сейчас ездит по всему миру, делится опытом и ставит парикмахерские шоу. Приехала в Казахстан впервые. Приятно было здесь находиться. Меня поразили большого гостеприимства и доброжелательность. Я очень много езжу по Европе. Это совсем новый опыт для меня. Гость из Германии приехала в рамках программы СЕС – служба старших экспертов, которая финансируется за счет Федерального союза немецкой промышленности. Проект существует с 1983 года и привлекает ушедших на заслуженный отдых европейских специалистов в разных сферах к обмену опыта. На сегодня в рядах СЕС более 12 тысяч профессионалов своего дела, которые работают по всему миру. Нам, по большому счету, очень повезло, что такой эксперт к нам приехал. Мы ждали этого эксперта почти что пять лет, потому что таких экспертов мало. В основном к нам приезжают повары, кондитеры, гостиничный бизнес, университет много приезжает, в колледжи приезжает, в общественные организации и так далее. Специалисты из Германии достаточно высоко оценила уровень казларзинских коллег. Конечно, существует разница, если сравнить с Германией. У вас востребованы другие прически, чем у нас. Что мне еще интересно, вода здесь имеет другой состав, что иначе действует на волосы. Ульрики Мария призвала парикмахеров более творчески подходить к процессу, экспериментировать, менять привычные стандарты. Потому что стрижка по-европейски – это креатив и смелость. Айгирим Курмагали, Нуржан Музарапшин, Турихан Кожахметов, телеканал Кзларда. Кайсар проиграл игру на выезде. Напомним, в рамках 32-го тура Премьер-лиги наш клуб встречался с Таразом. С атак начали игру хозяева поля. На 12-й минуте их попытки увенчались успехом. Алишар Сулей открыл счет в матче. На 30-й хауббек Андре Букия восстановил равенство. Но на 3-й добавленной минуте защитник Тараза Бигзад Шадманов принес победу хозяевам поля. Итоговый счет игры 2-1 в пользу Таразов. И еще одна новость. Воспитанницы областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 8 успешно выступили на чемпионате мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин в Казани. Диана Гайбула выиграла серебро. Две бронзовые медали в копилку сборной принесли Арейлы Мканзада и Мируэт Абубакир. К соревнованиям спортсменок подготовили Аслан Нуркужаев и Абдусатар Садыков. И это было последнее сообщение дневного выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал Кастерка Кизет на сайте телеканала Кызлорда. Далее о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, к изузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Аральском районе днем плюс 4, ночью минус 5. В Казалинском районе днем плюс 5, ночью минус 4. В Байконере днем плюс 6, ночью минус 3. В Кармакшинском районе также днем плюс 6, ночью минус 3. В Жалагарском районе днем плюс 7, ночью минус 2. В Сардаринском районе днем плюс 8, ночью плюс 1. В Чайлийском районе днем плюс 9, ночью плюс 2. В Жанакурганском районе днем плюс 10, ночью плюс 3. В Казаларде днем плюс 7, ночью минус 2. Спонсор курса валют – комплекс «Арбат». Казаларде днем плюс 7, ночью минус 3. Доллар США – 389 тенге 46 тин. Евро – 434 тенге 17 тин. Российский рубль – 6 тенге 9 тин. Китайский юань – 55 тенге 35 тин. Редактор субтитров А.Семкин